Здравствуйте! Меня зовут Алена Пескова и вы смотрите программу Ботаника. Сегодня мы с вами сделаем что-нибудь эдакое весеннее, пасхальное. Пускай это будет композиция с какими-то весенними цветами, ну и, конечно же, с атрибутами Пасхи, а именно яйцами. Я подготовила специальные такие скорлупки от яиц. Это настоящие яйца. Здесь вот дырочка была сделана и вылито содержимое. Отверстие в скорлупе очень легко проделывается при помощи обыкновенного ножа. В итоге мы получаем прекрасный сосуд для цветка естественного происхождения, который замечательно держит воду. Итак, с чего мы начнем? Для начала мне понадобится вот такая вот корзинка-хлебница. Можно даже взять хлебницу, которой вы пользуетесь дома, во временное пользование. Почему бы и нет? С яйцами нужно обращаться аккуратно. Эта скорлупа, она даже еще более хрупкая, чем целые куриные яйца. Лучше подготовить пару запасных на всякий случай. Конечно же, в идеале нужно подобрать яйца без надписей, но в Москве с этим делом плохо, деревенских яиц не нашлось, поэтому будем использовать те, которые есть. Итак, кусочек целлофана мне нужно постелить на одной корзинке, чтобы впоследствии, когда я положу влажный оазис, вода не протекала, например, на стол. Небольшой кусочек оазиса. Разрежу-ка я его на три части. А краешки аккуратно подворачиваем, чтобы их не было видно. К тому же они помогают оазису держаться плотно внутри, без какого-то дополнительного крепежа. Итак, подготовительная работа закончена, теперь самое время замаскировать то, что у нас получилось. Маскировать оазис будем при помощи вот такого вот сена, соломы, сизалия. Ну, в общем, то, что у вас есть под рукой, то и используем. Соломы, конечно, сложно как-то успокоить и заставить лежать в нужном положении. Поэтому воспользуемся, я так думаю, проволокой для того, чтобы слегка ее зафиксировать. Вот такие небольшие проволочки я нарежу, наверное, на три части. Сделаю сгиб. И фиксирую при помощи них солому в корзинке. Сделаем это аккуратно, стараемся не проткнуть целлофан. Потому что если вы прогадаете с длиной такой вот проволочки, то получается так, что вы протыкаете оазис, за ним целлофан, и вода протекает через корзинку на стол и пачкает, например, скатер. И можно даже слегка под углом их втыкать, чтобы уж точно не промахнуться. Легко запутаем ровно сложенную солому, чтобы больше было похоже на деревенский курятник. А то сразу видно из магазина. Аккуратно сложили. У нас такая непосредственная весенняя, легкая, пасхальная композиция. Еще несколько скрепок. Ну, пожалуй, окончательно доводить все это до совершенства будем чуть позже, после того, как будут поставлены цветы. Сейчас мне нужно прежде всего расположить в этой композиции яйца, так, чтобы они держались достаточно прочно, без дополнительного крепежа. Ну и расположить в них цветы. Не знаю, сколько поместится, сейчас все увидим. Я решила все-таки подклеить скорлупки, потому что уж очень они легкие. По крайней мере, сейчас, пока в них нет воды. Ну и, в конце концов, это надежнее, уж точно никуда не денется. Поэтому горячий клей всегда нас выручит в такой ситуации. Подклеиваем прямо к соломе. Главное заранее определиться с месторасположением. Я думаю, что их можно расположить достаточно равномерно. Представить, что они у нас лежат в неком инкубаторе или там в какой-то соломе. Поэтому подклеиваем. Стараемся, чтобы не было видно вот этих вот надписей. Вот. Или же все-таки используем какие-то, правда, деревенские. Можно там где-то с наклоном их расположить, чтобы не было равномерной какой-то картины. В общем, все, как захотите. И теперь можно смело наливать воду. Природа позаботилась обо всем, что нужно флористам. Идеальный сосуд, не пропускающий воду. И к тому же очень приятного цвета, который прекрасно оттенит вот эти розовые хризантемы. Сразу можно налить достаточно большое количество воды, чтобы не приходилось уже подливать эту воду. Потому что если в оазис нам будет достаточно легко подлезть и просто полить его, здесь все-таки чуть сложнее, к тому же уже будут внутри цветочки, поэтому сразу наливаем по максимуму. Ну и теперь берем заготовленные для этого цветы, а именно хризантема у меня будет располагаться в яйцах. Нарезаем хризантему. Сначала можно секатором. Потом подрезаем ножичком и уже ставим на постоянные места. Выбираем всю лишнюю листву. Я думаю, что хризантемки можно подрезать достаточно коротко. По-моему, очень красивое сочетание. Такой нежно-розовый и бежевый цвет. Так, у нас есть замечательные мускари. Вот такие вот весенние прекрасные цветы. Их мы располагаем уже в более высоком ярусе. Они длинные. Смело размещаем их по нескольку штучек, как бы вырастающими из одного места. По две, по три. И так равномерно по всей корзинке. В принципе, вылупление птенцов, какое-то рождение чего-то нового – это все символика весны. Поэтому можно просто делать какие-то композиции с яйцами. Тем более, что сейчас их великое множество разных. Можно брать перепелины из коробки. Они вообще очень красивые, такие пестрые. Единственная сложность во всем этом процессе – то, что уазис у нас уже закрыт достаточно плотно и яйцами, и цветами, и соломой. Поэтому приходится к нему пробиваться через все эти преграды. Но ничего страшного, потратите немножко больше времени. К тому же здесь проще с расположением, потому что эти весенние мускари пробиваются именно там, где осталось пустое место. Замечательные цветы, хотя там, где они произрастают, они, можно даже сказать, считаются сорняком. Потому что уж очень они быстро разрастаются и заполняют собой все. У него даже есть такое название смешное – гадючий лук. Как раз, видимо, из-за этого их свойства неприятного для огородников и садоводов. Ну а для нас, флористов, замечательные синие, красивые и очень ароматные весенние цветочки, которые прекрасно смотрятся и в композициях, и в букетиках, и даже в свадебных букетах нередко используются. Ну что же, основные высокие цветы мы поставили. Можно теперь подрезать их покороче и ставить более нижний ярус. Так композиция будет выглядеть более натурально, более природно. Потому что в природе всегда цветы вырастают разной высоты. Какие-то чуть раньше появляются, какие-то чуть позже. Будем имитировать естественные процессы. Кстати говоря, при помощи цветов еще можно дополнительно закреплять хризантемы в яичных скорлупках. Мы их используем как бы как подпорки и дополнительно укрепляем хрупкие элементы композиции. Конечно, зелень Москаринаба тоже пригодилась, но, к сожалению, ее невозможно поставить в оазис. Уж слишком она хрупкая, ничего не получится. Поэтому в качестве зелени мы используем листики салала. Итак, осталось сделать замалой. Буквально несколько веточек салала. Если быть точным, гаутерия шалон называется вот это чудесное растение, которое мы так часто используем в композициях. Обрываем все лишние листья. Нам понадобится совсем-совсем немного. Вот редкое листво, пробивающееся из соломы. Ну и, пожалуй, осталось только посмотреть, где у нас все еще видно какие-то технические моменты, такие как проволока, оазис, может быть, целлофан или клей. Берем небольшие кусочки соломы и закрываем все эти детали, чтобы ничего не было видно. Можно добавить еще немного хаоса, порезать солому покороче, и пускай она торчит слегка небрежно. Чтобы не было ощущения, что вы кропотливо собираете композицию, рассчитываете расположение цветка, как будто так все само и выросло. Поэтому смело набрасываем такой вот соломенный мусор сверху. Но сильно не увлекаемся. Все готово. Я думаю, что вам стоит сделать что-то подобное у себя дома, например, на пасхальные праздники. Ну, помимо традиционных куличей пасхальных и крашенных яиц. Или просто сделать вот такую вот весеннюю композицию для настроения, чтобы порадовать себя и своих близких. А на этом я прощаюсь с вами. Увидимся очень скоро в программе «Ботаника». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!